Торпедовский талисман В эфире радио Нижний Новгород И стали участниками Забежим вперед Прекрасного хоккейного вечера Довольны тем, что вы стали победителем конкурса? Конечно, очень доволен Как получилось так, что вы выиграли? Удачи! Сидел на работе, слушал радио Но я знал ответ в прошлой игре Просто видел талисман Так же, как и предыдущий молодой человек Сидели, слышали радио Слышали вопрос Возможность выиграть билеты Звонили, ответили правильно И, соответственно, выиграли Вопрос был вообще по нашему оленю А самого оленя вживую видели? Самого оленя вживую нет Только по телевизору Торпедовский клуб подарил оленя зоопарку Но на прошлом матче Видели талисман В форме торпеда Очень прикольный А нет желания теперь сходить в зоопарк И вживую посмотреть? Нет желания Обязательно сходим и посмотрим Спасибо, удачи Теперь перед матчем можно пообщаться с любимыми игроками Причем не только поделиться своими эмоциями Но и взять автограф и сфотографироваться На чем только не приходилось расписываться Александру Фомичеву и Сергею Розину Именно их команда отрядила на автограф-шоу перед матчем Торпеда Атлант Болельщики не жадничали Этими купюрами вряд ли теперь будут расплачиваться в магазине Там вас болеет Не жадничали и игроки Сфотографировались и со своими И с болельщиками Атланта Вне поля все друзья А вот на льду разгорелось жаркое соперничество Атлант традиционно сложный соперник для торпеда Последний раз нижегородцы побеждали мытищенцев В далеком ноябре 2008 Уже на первых минутах наши провели несколько острых атак А затем своей активностью заставили гостей нарушить правила Мартин Тернберг заработал булит Но переиграть Константина Барулина не смог И сразу же сработало старое правило Не забиваешь ты, забивают тебе Гости открыли счет в меньшинстве Этот гол воодушевил Атлантов Они пошли вперед Но их атаки разбивались о стену имени Виталия Коваля После матча наставник торпеда Карри Яланин признал Что поставить 31 номера на игру против прошлогодних одноклубников Было психологическим ходом Выставив первом периоде во втором нижегородцы добавили и добились своего Элисон и Горбунов забросили шайбы под копирку И дальше торпеда играла первым номером Атлант мог рассчитывать только на контратаки Начало третьего периода Бранко Родивоевич первый на пятачке 2-2 По такой игре овертайм или булиты казались логичным продолжением Бен Тоги Густавсон уже рассчитывал минимум на очко Я считаю, что по такой игре, который мы показывали сегодня Мы заслуживали как минимум одно очко Но, к сожалению, не смогли его добыть Но почти аншлаговый дворец гнал торпедовцев вперед И хозяева заставили гостей ошибиться За минуту 20 до конца основного времени Тернберг замкнул передачу Элисона И 3-2 Победа над Атлантом вслед за победой над Северсталью Биты два неудобных соперника Очень нужная серия в плане обретения игроками веры в себя Нужна была победа в плане того, что выиграли в Череповце Выиграли сейчас у Атланты И нужно выигрывать с той же серией И, коль мы проигрывали тоже в серии И мы будем надеяться, что у нас началась победная серия И через такие игры, я думаю, команда приобретет уверенность Кстати, возвращение в строй Михаила Варнакова Еще один позитивный момент матча Торпеда Атлант Пусть пока в четвертом звене торпедовский мотор после травмы Еще наберет обороты Владимир Широков, Торпеда ТВ Субтитры создавал DimaTorzok